Всем доброго дня! Всем здарова, ты на канале Заводилось. Снова я, снова видео про автомобиль, снова видео про краску, снова видео про сколы, снова видео про подбор. Сейчас направляюсь в Ровинскую область. Буду осматривать несколько автомобилей для клиента, но они разные. Постоянно показываю вам, какие автомобили продаются, какие у них состояния, бюджеты, ну и так далее. По самому подбору обратились люди, нужен автомобиль для езды по городу. Небольшой бюджет 12 тысяч долларов. И рассматриваются такие варианты, как Renault Traffic 2, Renault Traffic 3, Opel Vivaro 2, Opel Vivaro 3 или же Ford Transit Custom. Автомобили, люди говорят, пусть будет подкрасить, но нам нужно хотя бы техническое нормальное состояние. Один из вариантов я смотрел прямо с Киевом, в городе Киеве. Это был Ford Transit Custom, 19-го года выпуска. Продавали его люди. Понятное дело, что у него не собака. По нему там видел, что автомобиль был ударен вперед, и у него, скорее всего, была стреляна подружка безопасности пассажира. Потому что там стояла просто обычная пластиковая загружка. Само техническое состояние тоже не удовлетворило, не понравилось, поэтому варианты упал. Я, значит, уехал по своим делам на Западную Украину, и люди сказали, что может быть параллельно посмотрите нам. Там какие-то пару вариантов, мы вам просим пару ссылочек. То, что нам интересно. Первый вариант это был в городе Ровно, больше 30 кастом. 22-го года на 92 киловатта. В длинной базе, заявленная цена, за него была 12-800. Покрашена, зашпаклевана вся правая сторона с стойкой. С центральной стойкой, с центральной стойкой тоже. Делали, шпаклевали. Тут бот зашпаклеван. Вот пошли. Вот шпаклевал. Тут не добывалось вообще. Второй, соответственно. Это тоже пошпаклеванно попросили. Санта, трубочка. Диодные фонарики, ну как будто вопрос о немало. А тут завел, ну есть какой-то токот. Какая-то как форсуночка где-то цикотит. Сейчас послушаем. Ну что, там было непонятно? Как-то так. Так, я даю смотреть, ритмон-трафик, лонки в сером цвете, на две по КБ роздвижные двери. Воно 12 лет, да. И вона звідки, из Швеции? Так. З каким вона звідки там пробегом выезжала, не знаете. Ну, че як вона ехала, своим ходом в Швець? Она ехала на автоболе. Да, сейчас мы не можем туда попасть. Короче, по пробегу, каже, ты оригинал, да? Ну, по состоянию просто видно, что там много пробегов не поднимает, потому что там, как бы, висок по всему там не скриешь. Если там есть 500 тысяч, то ты ее не скриешь, потому что уже все зачовганное, заернуло. Четыре назад поехала машина 94 тысячи на тренадцатый рік, но у нас стоила 13 тысяч. Добро. Ну, давайте, буду подъезжать туда на перу, добре. Домогалось, дякую. В объявлении все там номера, ВИН-коды, все там максимально скрыто. Я нашел похожий этот мобиль, чисто случайно, с номерным знаком Швеции. Этот номерной знак ПТП 846. Вот сейчас не выключаю камеру, заезжаем на заправку и смотрим, этот ли этот автомобиль. Мне очень просто удивлено. А да, это этот номерной знак, это эта машина ПТП 846. Ну, значит, я был прав. Вот, сами убедитесь, вот этот трафик. И вот здесь притерто. Раз. Сервис-ка есть, но вырваны страницы, пять страниц вырваны. То вы вырвали, чи не? Просто интересно. Просто штампы какие-то были, какие-то вырваны. Два тормозные. Немного изношенные. Ну, так. Диски эти нормальные. Резина Хэнко хорошая. Тут коцки, тут коцки. Много изношенных. Тут под ним, под резинкой, что-то вздутая. Вот здесь оттану слоилась. Вот уже краска. По периметру. На краях тоже. А здесь тоже. Здесь тоже. А здесь в уголочках тоже. Вот такие они какие-то мутные. Они заплакованные. Но в фонаре без трещин. Значит, показываю покраски. Родное. 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 По этому номерному знаку пьется такой же автомобиль в Швеции с пробегом 302 тысячи. Но, скорее всего, это один и тот же. Он даже как будто обешумлен с середины чем-то. А, там какая-то вата вон напихана. Там какая-то минеральная вата напихана. По салону. Нормально. Ручечка окей. Руль тоже. Навигация. Климат-контроль. Круиз. Полы. Отлично. Близьющик. А полики порядок. Тут. Это новая, скорее всего. Так, петельки. Там трошки. Тут трошки. Тут подмяты. Тут подмяты. Тут тоже трошки вниз. С этой стороны тоже вниз кариес. Тоже оружие винчатые трохи есть. Но болты не кручены. Накладка, фаркоп, парктроники. Подключение. Катафоты. Затклазки. Так, тут есть петельный раз. Тут вот чуть-чуть по два номера. Вот это подкрашено. Уже одна левая подшпаклеванная. Тут тоже краска. Подслетела даже краска. Видно, выготавливали. Тут же что-то все ржавенькое. Пузыри пошли. Тут тоже. Вот ржавенькая. Да, тут вся сторона. Сторона левая затянута. Отслетела краска. Появилась ржавчинка на петлях. Внизу тут резинки. А заведете ей, будь ласка? Это подгазовая. Потому что тут я там не дотачила. Здесь нормально. Внизу, ну, понятное дело, высыпанный. Ну, вот это вот значит, что у нее здесь пробега не по-более, чем 190. Мотор Рено Трафик по-быстренькому называется. Посмотрел его ровно за 10 минут. Ну, и что там сказать, как всегда. Что удивительно, вот такой же автомобиль, как и большинство у нас продающихся. Я был прав. Я видел пьяву с автомобилем. Только у него были впереди большие такие противотуманки. С таким же номерным знаком. Это оказался один и тот же автомобиль. Просто объявления размещали на тот автомобиль месяцем раньше. Это уже добавили буквально недавно. Цена за нее, по-моему, 11.5. У нее был техосмотр в Швеции с пробегом 302 тысячи. Электроника мне показала, что у нее на данный момент пробег. 305 тысяч. На приборке 188 тысяч. У него покрашена вся левая сторона. Сзади там некоторые места есть со шпаклевочкой. Тормозные диски менять. Покрашена. Капот весь сколок. На бампере облазит краска. Эти двигатели ходят в нормальном режиме. Сюда иди. Ты, ну, меня газом заправ. Бо я на Тойоте на американце приехал у оранжевых шортов. Короче, сняли туманки, дали другую объяву. Ну, закрасили номер, закрасили ВИН-код, да и все. И погнали, поехали. По техническому состоянию автомобиля уже слышно, даже когда он ее завел. Он ее завел, он завелась трудно. И слышно такое какое-то шуршание в районе цепи. То есть, что говорит тоже о немаленьком пробеге. Уже о выработке, о растяжении цепи. То есть, уже есть такой шорох, шелест. Скажу вам так, что при нормальном использовании таких двигателей, при своевременной замене, при нормальном качестве масла, такие движки без проблем ходят 400-500. И видел машины, у которых 200-250 тысяч, и никаких вопросов у них с цепью нет. Состояние уже желает лучшего. Плюс по кузову очень много моментов. Есть ржавчина на петлях, есть ржавчина на порожках задних углах. Есть на арках уже вздушившаяся краска с ржавчиной. Все, досмотрел, отчитался клиенту. Ну и погнал домой. Это была Ровенская область, поселок Корець. Вот тут находится прямо пост КПП. Это Киевская трасса, Киев-Ровно, Киев-Львов, Киев-Чоп. Ну реально я забыл. Цена, по-моему, за этот автомобиль то ли 11,9, то ли 11,5. По-моему, 11,5. Но он сказал, если что 11,300, я готов отдать. Ну, как вы думаете, для 11,300 хорошее состояние, хороший пробег? Пишите в комментариях свою думку, залишайте свои пидуки. Вот такой очередной осмотр, вот такой очередной автомобиль, вот такой вот Рено Трафик из Швеции. Комменте, ставь лайки. Всех вам благ и зеленых бумаг. Бонсуа.